Многочисленные жалобы жителей, повод для проверки. В Ярославле активно ремонтируют дворы, но несмотря на постоянный контроль, претензии к качеству звучат повсеместно. И сегодня председатель правительства региона побывал в нескольких дворах, чтобы лично проверить, как осваиваются областные субсидии, а их в этом году выделено в городах 64 миллиона рублей. Журнала производства работ не было, технадзора здесь, насколько я понимаю, не было. То есть вот приезжаем через две недели, смотрим, какие есть исправления. Насколько я понимаю, исправлений никаких здесь не сделано. Во дворе на Республиканской асфальт в один слой. Бордюры установлены не по технологии. Подрядчик, мы вскрываем? Вынимаем бордюрный камень? Ну, вскроем. Ну, вскрывайте, вскрывайте. Ну, тоже вот оснащение подрядчика техникой. Техника не работающая. Все классно. Где вы такого нашли подрядчика? Долбцом выбыл. Исправить все ошибки подрядчик должен до 20 августа, а их немало. Мы подытожим. Значит, перестановка бордюра и устройство двух слоев на площадке асфальта. Ну, один слой-то есть. Значит, и обязательно слои должны быть разные. Это слой верхний. Как вы будете под него нижний? Такой технологии еще. Этот же подрядчик во дворе на улице Богдановича. И здесь тоже указали на недочеты. Вода на освещение у нас не прошло. То есть, фактически, получается, что либо смесь была сразу некачественная, завод была поставленная, не соответствовала, либо в процессе производства работ были допущены технологические ошибки. Самые главные контролеры – жители. За работой в своем дворе они следили с первых дней. У нас бывшая старшая говорила, что надо здесь выше поднимать. Но они ее сказали, бабка не мешай. В следующем дворе на улице 8 марта проводят ремонт подрядчики со стажем. И тем не менее, и к ним претензии. Бордюрный камень установлен не по проекту. Цена большая. По-моему, весь двор порядка трех миллионов стоит. Цена значительная. Ни копейки не будет подписана. Пока все не будет переделано, как положено. По словам председателя правительства, санкции будут жесткие. И не только к подрядчикам. Просто распущены подрядчики в городе Ярославле. Дальше некуда. Если акт будет подписан, и на самом деле качество асфальта не соответствует, эти документы будут в прокуратуре. Разговор будет короткий с теми, кто принял такую работу. В комплексном подходе к ремонту дворов заговорили в прошлом году. Однако время показало, что в работе мало что изменилось. И неожиданная проверка во главе с председателем правительства области. Это доказало. Ольга Березина, Алексей Соловьев, Вести Ярославль.